А вот какие самые знаменательные события в истории страны, вы знаете, практически все называли две даты. Это 9 мая 1945 года и это полет Гагарина в космос. Вот независимо от того, представители какого поколения, молодые ребята или взрослые. Представители разных поколений свело под одной крышей открытие первого регионального центра подготовки международного волонтерского корпуса 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мероприятий, правда, будет очень много. Каждая памятная дата, дни единых действий, они будут все посвящены году 80-летию. Начиная от дня блокадного Ленинграда, заканчивая огненными картинами войны, свеча памяти, георгиевская лента. Мы будем гражданам рассказывать, что это теперь символ Великой Победы, то, что за нее теперь есть официальная ответственность. Присоединиться к движению может любой житель края, достигший 14-летия. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте волонтеров Победы. Добровольцев обучат навыкам взаимодействия с людьми и напомнят о главных событиях этих сложных 4-х лет истории нашей страны. Но это скорее актуально для юного поколения. У взрослых свои причины. Одна из причин, по которой я поддерживаю волонтеров Победы, это мой прадед Нестеров Алексей Денисович, который прошел всю войну, начиная, он ушел из города Бийска, был призван, и он дошел до Кёнигсберга и Победу встретил там. В скором времени подобные волонтерские центры, приуроченные к 80-летию Великой Победы, откроются и в других муниципалитетах. Курировать их будет в том числе и Министерство молодежной политики Алтайского края, сказала на мероприятии начальник управления Екатерина Четошникова. Центры станут точками соединения всех неравнодушных жителей по всему Алтайскому краю. Данёй Кузнецов, Мария Костылева, Владислав Ковалёв. День с толком. Здесь можно садиться.